Возвращение к прежнему пенсионному возрасту сняли с повестки, а клады алтайским бюджетникам повысят в полтора раза. Что еще обсуждали на сессии АКЗС? На каких децепеллах живет Барнаул и как городской шум влияет на продолжительность жизни? Поставили точку. Танцевальный коллектив из Барнаула взял бронзу на Дельфийских играх. Оклады алтайским бюджетникам повысят в полтора раза с 1 июня. Об этом сообщил сегодня губернатор края, когда отчитывался перед краевыми депутатами об итогах работы правительства за прошлый год. Виктор Томенко сообщил, что в 2022 году рост общего фонда оплаты труда бюджетников составит 115% по отношению к 2021 году. В денежном выражении это почти 56 миллиардов рублей. У врачей, учителей, сотрудников культуры зарплаты вырастут более чем на 19%. У других работников бюджетной сферы почти на 14%. Тема финансового благополучия населения стала ключевой в отчете губернатора. С одной стороны, подчеркивалось, что зарплата должна вырасти больше, чем у 160 тысяч работников бюджетной сферы края. С другой, не скрывалось, что Алтайский край на сегодня аутсайдер по размеру зарплат среди регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Анара Шагирова продолжит тему. Размер зарплаты алтайского заводчанина почти на 30% меньше, чем, к примеру, в соседней республике Алтай, и наполовину ниже, чем в Красноярском крае. Об этом говорят алтайские парламентарии, парируя к данным из отчета губернатора Виктора Томенко. Резонанс вызвал и показатель среднедушевого дохода. В разные месяцы, по данным официальной статистики, его размер не больше 20 тысяч рублей. И это при том, что прожиточный минимум 12 тысяч. Кто-то может объяснить, как человеку прожить при той ситуации, когда реальный доход гражданина составляет чуть больше 20 тысяч, а прожиточный минимум почти две трети от этого дохода. Такие пропорции не являются нормальными. Только вот этих цифр, по мнению фракции, достаточно, чтобы оценить работу высшего органа исполнительной власти как неудовлетворительную. Партия коммунистов единственная не высказала свое «за» или «против» в поддержку отчета главы региона. Остальные фракции дали в целом положительную оценку работе губернатора. Но без критики не обошлось. Из доклада в доклад кочевала тема низкого уровня зарплат. И даже повышение ее в прошлом году, замечают депутаты, остались незамеченным для населения из-за инфляции. В особенной ситуации оказались вчерашние студенты. Низкие зарплаты молодых специалистов в образовании, здравоохранении, культуре, спорте на гос- и муниципальной службе. У нас в крае в этих отраслях зарплаты и так в целом невысокие. Но максимум, на что, как правило, могут рассчитывать молодые специалисты, это МРОД. Однако в целом, слушая отчет губернатора, складывается впечатление, что 2021 год был неплохим. Есть успехи, например, в промышленности. Предприятия произвели и продали почти на треть, больше, чем годом ранее. Объем воловой продукции и сельского хозяйства вырос в полтора раза по сравнению с 2020 годом. Жилья стало на 1 миллион квадратных метров больше. На нашем особом контроле вопрос обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Благодаря совместной работе с депутатами Алтайского краевого законодательного собрания, с прокуратурой Алтайского края, в 2021 году совместно нами был найден способ решения много детей-проблемы обеспечения жильем детей-сирот путем предоставления сертификатов жилищных. По итогам только 2021 года 125 детей-сирот получили жилищные сертификаты на покупку квартир. В настоящее время их число уже более 300 человек, а 100 человек уже превратили эти сертификаты собственно в свое жилье. Отдельно подчеркнем, что фракция КПРФ просила включить в повестку сессии вопрос о возвращении к прежнему пенсионному возрасту. Волна такой инициативы началась во многих региональных парламентах страны. Но депутаты Алтайского края большинством голосов накануне проголосовали за снятие этого вопроса. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. Тысячи людей на планете уходят из жизни из-за расстройств, которые связаны с высоким уровнем шума. Он увеличивает число гормонов стресса в крови человека. Как итог, сердечно-сосудистые заболевания, падение иммунитета, постепенная потеря слуха. В Барнауле, как и в большинстве городов мира, уровень шума гораздо выше допустимого. На каких децибелах живет наш город и есть ли способы снизить этот уровень? В Международный день защиты от шума – это узнавали наши корреспонденты. На наших глазах прибор, измеряющий уровень шума, практически зашкалил с 80, добравшись до 100 децибел. Такое оборудование в учебном процессе используют преподаватели и студенты технического вуза. Обычно измеряют шум на производствах. Сегодня вышли в город. Измерили уровень у одной из главных городских магистралей еще до проезда скорой. Сейчас видим, насколько у нас возросло децибелы, когда началось движение машин. От было 66, стало 83,9. То есть это уже не норма, это уже слишком много для человеческого слуха. К слову, нормальный уровень шума для города составляет 55-60 децибел. Как только он превышает эти значения, становится опасен. В среднем России считается, что после 2010 года практически на 10% увеличился уровень шума и увеличилось количество профессиональных заболеваний, связанных с тугоухостью. В принципе, у нас повышенный уровень шума вызывает агрессивное состояние, раздражительность, бессонницу, чем страдает сейчас городское население у нас очень активно. Моя подруга живет около кинотеатра «Мир», и она говорит, что ночью очень шумно, мотоциклы, машины. А куда деваться? Я честно говорю, куда деваться? Все на машинах ездят, мы вот на автобусе. Очень шум настало, потому что увеличилось количество транспорта, то есть личных машин. Но мне это, в принципе, не мешает. Если что, я выбираю тихие улочки, и я живу в тихом месте. В основном ночную, а тем более дневную городскую тишину нарушает шум машин. Он, в принципе, гораздо выше нормы, которую способен выдержать человек. Многие эксперты считают, что убрать шумовую грязь можно. Способы давно известны. Например, это озеленение, это установка каких-то шумозащитных барьеров. Но, к сожалению, архитектура нашего города такова, что не все возможно реализовать. Например, в крупных городах, в частности, такие, как Москва, делают некие такие буферные зоны для снижения транспортного шума. То есть, допустим, некоторые улицы отводят полностью под пешеходное движение. Китайцы продвинулись еще дальше. Вокруг домов они делают многоуровневые развязки, которые подавляют шум авто. Снизить уровень децибел на дорогах можно и с помощью электромобилей, считают эксперты. Но, пожалуй, чередование шумных и тихих зон в городском пространстве – самый лучший способ на время побыть в тишине. Если же вы думаете, что помочь может музыка в наушниках, то такого совета специалисты не дадут. Пытаясь таким образом перекрыть городской шум, люди рискуют и вовсе оглохнуть. Ведь в ушах будет уже 120 децибел, а это звук пролетающего мимо реактивного самолета. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Вадим Быстревский. День с толком. В майские праздники в Алтайском крае изменится работа медицинских организаций. Так, 30 апреля, 1, 2, а также 7, 8 и 9 мая принимать пациентов в поликлиниках будут до 15 часов. 3 и 10 мая рабочий день во всех медучреждениях закончится в 18 часов. В рабочие дни, что будут между праздничными – это 4, 5 и 6 мая – все организации будут работать по обычному графику. Стационары, экстренная медицинская помощь и травмпункты – все праздники будут работать круглосуточно. Будут приняты меры по повышению оперативной готовности медицинских организаций к возможным чрезвычайным ситуациям в майские праздники. Сформирован запас лекарственных средств и медицинских организаций достаточный для оказания помощи в праздничный период. Добавим, в Минздраве края напоминают об активности клещей в данное время. Жители просят быть предельно осторожными и внимательными. Жизнь в постоянном страхе. Жители села Благодатное жалуются на электрические столбы вдоль домов, которые не сегодня-завтра могут упасть на машины, прохожих и в том числе детей. А главное, кто за все это будет отвечать. Подробнее в сюжете. Детей очень много, очень много ребятишек катаются, бегают так, поэтому если фон упадет, будет. Каждую весну в поселке Благодатное опускаются столбы, а у людей руки. Больше семи лет жители пытаются привлечь внимание чиновников к старым электрическим столбам, которые держатся на добром слове. Я на поселке уже седьмой год живу, столбам, по-моему, лет уже 12. То есть вот эта линия застройщикам была передана как бесхоз. Только вот не совсем понятно, это городу передано или куда-то еще. Их, получается, обслуживают только в случае какого-то серьезного аварийного происшествия, наверное, так скажем. Этот столб провисел на проводах полгода. Не так давно Александр обратился в Лебяжинскую администрацию. С опасными объектами нужно что-то делать. В итоге у столба появилась железобетонная приставка. Но лишь на одной улице Ключевской таких столбов осталось еще порядка пяти. Так столбы и делают по одному. И каждый приходится выбивать с боем. Он основной, он опорный. Он заканчивается, ни на чем он не держится. Он стоит, вот сейчас он подгниет, и он упадет. Завалится поллинии. И будет обрыв связи, я так думаю. Будет свету. Отключат опять нас от света. Как нам пояснили в мэрии, в ближайшие месяцы комитет по управлению муниципальной собственности города обратится в суд, чтобы признать право собственности на столбы в Благодатном. А пока эти столбы продолжают грустно склоняться в ожидании неизбежного падения. И в своем падении они могут опередить неповоротливую машину бюрократии. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. В добрый путь по безопасной дороге в Алтайском крае прошла акция, направленная на повышение безопасности дорожного движения. Здравствуйте, я юный инспектор движения Кристина. Пожалуйста, соблюдайте всегда правила дорожного движения, пристегивайтесь ремнями безопасности и удачной вам дороге. Спасибо. Берегите свою жизнь, не превышайте скорость. Спасибо большое. Сотрудники ГИБДД совместно с Министерством транспорта Упредор Алтай и командой школьников из Новоалтайска дорожный патруль раздали водителям светоотражающие жилеты и буклеты с правилами дорожного движения. Напомнить о важности безопасной езды решили в преддверии майских праздников и начала туристического сезона. Подобные мероприятия проводятся каждый год. Тем самым мы привлекаем их, люди задумываются, те же водители. По крайней мере, они задумываются о тех, кого они везут, за их безопасность и уважение к другим участникам движения. Такие мероприятия, подобные, они у нас проводятся в разных районах, разными сотрудниками различных подразделений. И юные инспекторы движения обычно нас всегда в этом поддерживают и помогают в этом. В общем-то, на них водители реагируют особенно с удовольствием, потому что дети, которые желают безопасности, дети, которые участвуют во всех мероприятиях, которые проводят взрослые, они всегда настраивают на позитив и дают хороший результат. Не хватает диалога с населением, поэтому депутаты пойдут в народ. О таком переформатировании работы заявил секретарь Барнаульского отделения «Единой России» Вячеслав Франк. Партийцы провели крупнейший за последние два года форум, чтобы обсудить их планы накануне муниципальных выборов и новые задачи. Подробнее в сюжете. Больше 600 участников. Крупнейший за последние два года форум «Единой России». Его участники обсуждают новые форматы работы партии. После того, как в январе лидер городского отделения Вячеслав Франк призвал коллег отправиться в народ. Чтобы мы уже от людей получали те проблемы, которые непосредственно их касаются, на местах их проживания, сделаем приемные в каждых районах общественные приемные по линии партии. Для этого подготовили мы документы, раздаточные материалы. Хотим получить оттуда обратную связь, так сказать, через заполнение анкет. Действующие народные избранники уже отчитались перед барнаульцами в своей работе, собрали идеи на будущее. В рамках форума обсуждений вели участники праймерис и делегаты первичных отделений, представители партии Края и Федерации. Депутат Госдумы Иван Лор подчеркнул, это не просто тусовка, это старт системной работы. Это как раз будет подчеркивать и связь барнаульской городской власти, администрации, партии с Государственной Думой или верхними эшелонами власти. Потому что есть вопросы, которые можно решить на уровне города, на уровне правительства Алтайского края, а есть и те, которые необходимо решать на федеральном уровне. А с учетом вертикали власти, по словам Лора, некоторые вопросы местного уровня можно решить в короткие сроки. В эффективности будущей пятилетки участники не сомневаются. Появились определенные возможности, в том числе и главные финансовые. И сегодня уже главная задача в том, чтобы вот то обилие финансовых ресурсов, которые есть, сосредоточить и правильное русло направить. Еще несколько предложений участников – создать общественные политические советы в районах города, передвижные приемные. Что важно – внедрить ежегодный отчет депутатов перед своим округом. Полный список идей Вячеслав Франко звучит 11 мая на Всероссийском форуме местных отделений партии. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. В России отметили День работников скорой медицинской помощи. Этот профессиональный праздник появился в стране в 2020-м по инициативе Владимира Путина во время непростого периода пандемии. Впрочем, волны коронавируса до сих пор дают о себе знать, а система здравоохранения за эти годы качественно изменилась. Экстренная помощь – часто именно так начинается лечение. Станция скорой медицинской помощи, по признанию медиков, головное учреждение службы здравоохранения края. На то есть прямые причины. От их своевременности, профессионализма зависит от того, будет пациент жить или нет. Вольно госпитализировать пациента. Нужно было, это их работа была, и они с ней справились. Праздник у работника скорой медпомощи несколько лет. Его основали во время пандемии, так как работники скорой первыми столкнулись с тогда еще неизвестной заразной инфекцией. Но помимо коронавируса они спасали от инфарктов, инсультов. Не страшно доверить свою жизнь, жизнь своих родственников и знакомых. Я за них вручаюсь, я им доверяю, как самой себе. Еще вчера тромболезис для нас с вами был чем-то эксклюзивным. Сегодня, по сути дела, это наша с вами рутинная практика. А бумажная работа перешла в электронный формат. На торжественном мероприятии руководители медучреждений подчеркнули, что работа медиков – это постоянное развитие. Работа скорой помощи достаточно важна. Она и была всегда важна. И сейчас особенно в период пандемии, когда мы переживаем очень большие трудности по взаимодействию даже в связи с тем, что пациенты тоже непростые. Медики подчеркивают, что большую поддержку в сфере оказала Единая Россия. Гуманитарная помощь, предоставление расходных материалов, наполнение контакт-центров. Мой папа работал водителем на скорой помощи, на арене мобиле. Иногда доли секунды, минуты, секунды, они определяют, выживет ли человек. Дальнейшее лечение тоже во многом зависит от скорой помощи. И по признанию руководителя медучреждений, работники скорой успешно справляются с этой миссией. Анастасия Дороган, День с толком. Спасибо. 15 алтайских компаний признаны лучшими экспортерами по итогам прошлого года. Накануне победителям конкурса, организованного Алтайским фондом малого-среднего предпринимательства, вручили заслуженные награды. Дипломы и ценные призы. Компаниям региона, которые, несмотря на сложные экономические условия, не сбавляют оборотов по производству продукции и поставке ее за рубеж. Для таких предприятий Алтайский фонд МСП учредил три номинации. Экспортер года в сфере промышленности, экспортер года в сфере агропромышленного комплекса «Прорыв года». Так, лидером номинации экспортер года в сфере промышленности стала компания «Велес». Свою продукцию, технику для обработки почвы она поставляет в 15 стран. Мы не первый раз участвуем, мы уже были призерами этого конкурса. В этом году мы не планировали участвовать, я, по крайней мере, не планировал. Коллеги просто подали и особо ни на что не надеялись. Поэтому для меня это было неожиданностью, приятной неожиданностью, конечно. Среди конкурсантов есть бизнес-компании, которые впервые попытали удачу весьма успешно. В числе таких продовольствия. Всего за год предприятие «Товарооборот» нарастило больше, чем в два раза. Очень удивлен, что мы стали победителем. Для нас это необычно, потому что мы всегда, наша компания присутствовала в сегменте «Малый и средний бизнес». И в этом году первый раз мы попали в номинал «Крупный бизнес». И не ожидал, что сразу с первого года нас заметят и оценят. В 2021 году с участием Центра поддержки экспорта по итогам прошлого года 70 субъектов малого и среднего предпринимательства заключили контракты на сумму 61 миллион долларов. Неплохой показатель для достаточно сложного времени. Но в 2022-м мотивации для развития экспорта, в том числе поиска новых ниш и рынков сбыта, говорят алтайские предприниматели, стало больше. Сегодня в Барнауле стартовал общегородской субботник. Горожане массово вышли очищать от мусора парки, скверы и другие общественные места. Больше полусотни человек пришли убирать и в Ленточном бару. Там прошла экологическая акция «Сделаем барнаульский лес чистым». Ее возобновили после двух лет перерыва из-за пандемии. За это время мусора и отходов в Ленточном бару накопилось прилично. Организаторы мероприятия Министерства природы и Алтайлес отмечают, год от года Бор становится все грязнее и грязнее. Именно вот эта территория, излюбленная для проведения своих пикников для граждан города Барнаула, ежегодно одна и та же ситуация. То есть ежегодно мы собираем около 30 кубометров мусора, ну это в районе около двух камазов, мы отсюда его возим. Ситуация не меняется. Мы участвуем впервые. Меня позвала подруга. Почему бы нет? Хорошая погода для детей, свежий воздух. Ну и, конечно, прививать детям положительные и правильные традиции нужно. Субботник в Барнауле продлится и в ближайшие дни. Очищать от мусора продолжат зеленые зоны и жилые дворы. В Барнауле появился нетворкинг-клуб или, проще говоря, клуб по интересам, который очень за короткое время объединил больше 300 человек из разных городов мира. Его участники не просто общаются на разные темы, но и выстраивают полезные социальные связи, в том числе для развития своего дела или личного бренда. У основателей этого клуба есть и одна заветная мечта или даже большая цель, которая, по их мнению, способна изменить мир. О чем идет речь, расскажет Анара Шагирова. Фотограф, врач, юрист, менеджер и люди других профессий. Эти женщины и мужчины, возможно, так и не знали бы друг о друге, если бы однажды не открыли для себя мир нетворкинга. Слово для русского человека непривычно на слух, но суть, она же задача, вполне ясна – обзавестись полезными связями. Так барнаульская красавица из нетворкинг-клуба опередила других девушек Сибири в конкурсе красоты. Мне нужно подготовить костюм, мне помог один. Мне нужно подготовиться самой, стать более красивой, изящной, мне помогли другие люди. То есть есть запрос, есть люди, которые тебе в этом помогут. И вот так, вот так по цепочке я, в принципе, подготовилась к конкурсу. Клуб с названием «Два сердца» появился в 2021 году во время самоизоляции пандемии. Его основатель – мама четырех детей, гинеколог по профессии, которая во время декретного отпуска почувствовала острую потребность в общении и развитии не только по специальности. Стала думать, как с пользой совместить оба желания. Собрала людей из разных сфер, и их первая же встреча дала начало большому сообществу, в котором сегодня 360 человек. Первое, что некоторые люди приходят просто за общением. То есть пообщаться, посмотреть. Просто у некоторых много идей, но они боятся вообще озвучить. Здесь они находят единомышленников. Вторая категория людей приходит, которые хотят заявить о себе. То есть рассказать, что у них есть вот такие услуги, у них может быть магазины, еще что-то. То есть они рассказывают, здесь, соответственно, находят клиентов и тем самым расширяются. Участники говорят, что только взаимопомощью они не ограничатся. Есть у клуба и общая цель. Стать большой благотворительной организацией в помощь девушкам, которые настроены прервать незапланированную беременность. У Надежды было немало случаев, когда она лично смогла убедить женщин оставить ребенка. И об этом они после не пожалели. Анна Рашегирова, Алексей Фризин. День с толком. Анна Рашегирова, Алексей Фризин. День с толком. Анна Рашегирова, Алексей Фризин. День с толком.